Здравствуйте! Сегодня ответим на вопрос, который получил в комментариях, за счет смысловых значений данного упражнения. А именно, речь идет об упражнении «Ребенок молится будет». Вспоминаем упражнение. Есть круговые вращения на себя, первая часть упражнения, восемь раз, и от себя, вторая часть упражнения. Данное упражнение имеет три смысловых уровня – физическое, энергетическое и информационное. Разберем каждое по очереди. Физический уровень упражнения состоит в том, чтобы укрепить суставы кистей рук, локтевые суставы и плечевые суставы. Энергетическое составляющие – для того, чтобы привести в равновесие ин-ян-баланс, мужское и женское начало. Если данная разница ин-ян-энергии очень велика, то в момент выполнения упражнения можно почувствовать, как перетекает энергия с одной руки в другую, или в зависимости от направления. В момент, когда соприкасаются ладони, у нас происходит балансировка внутренней, то есть иньской энергии. И также, если в момент соприкасания тыльных сторон происходит балансировка внешней, то есть янской энергии, составляющей, да, информационная часть упражнения. Данное упражнение способствует для развития интуиции, или же способность к общению. Для того, чтобы увеличить уровень интуиции, условно говоря, при выполнении данного упражнения, надо представить духовного учителя, в огромных размерах, светящимся. Или же Бога, в Которого мы верим, также в огромных размерах и светящимся. Нас представляем таким, таким размером, светящимся, ну и конечно же уникальным. И в момент выполнения упражнения, ведет к себе, да, и от себя. При этом соблюдается закон мироздания, о сохранении энергии. Взяли и отдали. То, что можем заметить в последнее время, люди в основном просят только, берут, а не хотят отдавать. Спасибо за внимание. Продолжение следует...